Георгий Тегранович, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Пожалуй, самая обсуждаемая новость этой недели это гибель президента Ирана Ибрахима Раиси. Насколько я понимаю, сейчас официальной версией считается несчастный случай, но тем не менее высказываются предположения о том, что это могло быть убийство. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу того, что случилось с президентским вертолетом. Я был бы дилетантом, если бы сейчас сказал бы, что по моему мнению с президентским вертолетом случилось то-то и то-то, потому что представьте, какая там расследовательская группа работает в настоящий момент, факты собираются самые различные, и понадобится еще какое-то время для того, чтобы они абсолютно точно ответили на вопрос, тоже послужило причиной. Но у меня, как и у вас, и как и у многих других людей, наверное, возникают вопросы, что почему три вертолета летели и разбился вот в той же местности только вертолет президента. И те два, в общем-то, нормально с такими проблемами не столкнулись. Это первое, что вызывает вопросы. Второе, почему сейчас, да, и, значит, каким последствиям это приведет. Это, наверное, даже важнее в настоящий момент. Очевидно, что регион Ближнего Востока находится постоянно буквально на грани, и достаточно, как в известной притче, значит, перышко, которое упадет на горб верблюда и станет последней каплей такой, от которой сломается уже все. И поэтому каждое такое событие, оно людей приковывает внимание, конечно, в первую очередь своим трагизмом, и наша страна выражала соболезнования руководству высшему Ирана. Но понятно, что такая острая реакция общественности в мире и граждан даже простых, она вызвана тем, что все понимают, что за каждым таким случаем может последовать обвинение в, значит, организации, скажем, террористического акта или нападения такого. И за этим может последовать реакция, которая просто по цепочке за собой поведет одну страну за другой, что, в конечном счете, закончится не региональным противостоянием вовсе, а вполне себе мировой войной, потому что Ближний Восток сейчас — это Балкан до начала XX века. Это просто пункт сосредоточения интересов мировых держав и пункт, в котором очень сложно добиться каких бы то ни было компромиссов, потому что помимо того, что наличествует очевидный конфликт интересов, в том числе во главе стоит и очень масштабный сложно отрицаемый конфликт ценностей, по которым обычно компромиссы очень сложно досягаем. Да, как вы отметили, и Россия, и Беларусь, и многие другие страны, они высказали слова соболезнования иранскому народу, но отличиться почему-то опять решили американцы. Вот тот же Блинкен, например, который сделал поражающее, наверное, своим цинизмом заявление о том, что иранский народ, он от гибели России якобы только выиграл. А о чем говорят такие странные, мягко говоря, заявления со стороны именно американского руководства? Госсекретарь США однажды заявлял, находясь в Израиле, что он выступает в данный момент как этнический еврей. Я сам считаю, что этническое происхождение там не должно играть никакой роли, если человек занимает такую должность, он должен просто претворять жизнь внешнеполитическую концепцию. Может быть, у него он здесь эмоционально так отреагировал на этот вопрос, потому что так в целом с точки зрения дипломатического этикета, протокола, просто взять и главе внешнеполитической службы заявить, что я считаю очень хорошо, что этот человек умер, это просто неэтично, некрасиво. Может быть, он находился под сильным эмоциональным воздействием каким-то. Я не могу найти этому рационального объяснения, потому что даже в случае, если мы будем исходить из того, что американцы будут пытаться сейчас воспользоваться сложившейся ситуацией и расшатать обстановку в Иране, а я думаю, что американцы будут пытаться воспользоваться этой ситуацией и расшатать ситуацию в Иране, то даже с этой точки зрения подобные заявления, мне кажется, они просто не делают чести никому. То есть сложно себе представить, что можно заработать авторитет на том, чтобы в отношении мертвого человека вы говорите какие-то гадости, подлости вслед ему, и на этом набираете себе какие-то, будь то политические или какие-то другие очки. Я думаю, что это просто очень недальновидное, не очень компетентное, а с человеческой точки зрения просто подлое заявление. Больше никак охарактеризовать него. Натягивать салон на глобус и пытаться находить этому какие-то рациональные объяснения я не хочу, потому что, знаете, иногда события, которые происходят, они такие, как есть. И за ними какого-то очень глубокого подтекста искать не стоит. Это один из тех случаев. Сложно не согласиться с вами, как и сложно не согласиться с тем, что американцы, они с очень большой долей вероятности все-таки этой ситуацией на Ближнем Востоке, в частности в Иране, попробуют воспользоваться. Тем более, что впереди выборы, а выборы – это очень-очень подходящий период для того, чтобы ситуацию все-таки раскачать. На ваш взгляд, у кого есть шансы сейчас возглавить Иран? Вы знаете, иранская политическая система, к счастью для этого государства, построена не по принципу копирования и дублирования чужих политических, правовых традиций, чужих ценностных систем, а она всецело построена в соответствии с местным колоритом, с пониманием культуры местного населения, его мировоззрения и, можно в целом сказать, его такой аксиологии. И поэтому это очень устойчивая система. Это вне зависимости от того, кто сейчас… Ну, можно, конечно, сейчас порассуждать на предмет того, а вот это будет скорее представитель корпуса стражи исламской революции или представитель противоположного блока. Но это в большей степени будет связано с внутриполитическими сюжетами иранскими, которые, наверное, если кому-то интересно, люди этим увлекаются, они читают. Но в отношениях с Россией, допустим, в отношениях с Россией, с Белоруссией, я не думаю, что какие-то резкие изменения в принципе возможны. Для Ирана, чем хороша эта система, которая там функционирует, могут меняться тактические подходы, могут меняться механизмы достижения каких-то целей. Но стратегические цели развития государства определяет верховный руководитель Ирана Айатала, который, в общем-то, остался тем же самым. Наверное, какие-то среднесрочные цели Иран может для себя пересмотреть, но отношения с Россией не входят в разряд средне-краткосрочных. Это стратегические отношения, которые для Ирана являются, в общем-то, императивом в нынешней мировой конъюнктуре такой. И, в общем-то, надо сказать, что и для России Иран, это, мое мнение, в этом регионе самый важный партнер, который только может быть. Вот нет больше в регионе Ближнего Востока страны, с которой у России настолько, с одной стороны, совпадали бы точки зрения на проблемы и региона, и в более широком аспекте. И при этом практически не возникало каких-то существенных разногласий. Их просто нет. Вот внешнеполитическая линия Ирана никаким образом не противоречит, не пересекается и не может вредить точки зрения Российской Федерации. И на этом, в общем-то, логическом очень основании здесь ждутся сегодня взаимоотношения государственные. Поэтому я не думаю, что выборы каким-то образом могут на это повлиять, в принципе. Ну, это при условии того, что, как мы уже говорили ранее, туда не вмешаются какие-то сторонние силы? Согласен абсолютно с вами, с тем, что вы говорите. Но скажу сразу, вмешательства всегда могут быть, и попытки вмешательства никто не отменял. Но к настоящему результату и к успеху они ведут только там, где нет действенной государственной власти. Если страна не является, извините меня, банановой республикой, то подобные вмешательства, да, они какие-то хлопоты доставляют, какие-то проблемы создают. Но там, где есть действенная, централизованная, нормальная, обладающая, в общем-то, понятной ценностной парадигмой государственная власть, то попытки этого вмешательства, как правило, результатов не добиваются. Могут нанести большой ущерб, но не достигнуть окончательной цели своей. Если продолжать ситуацию в этом регионе, нестабильном, как вы уже сказали, и как говорят многие, то вот что хотел бы спросить у вас. Ордер на арест Нетаньяху. Ну, давайте будем предельно честными. Он выдал ордер не только на арест Нетаньяху, но ордер на арест Нетаньяху. Там еще представители израильской администрации, а также руководство Хамаса. То есть и нашей, и вашей, и той стороне, и той. Надо быть просто здесь объективными. А то, почему они пошли на этот шаг, ну, вы знаете, сказать, конечно, сложно. Мне очень нравится реакция Соединенных Штатов Америки, которые до этого приветствовали этот фиктивный ордер на арест президента Российской Федерации. Эту Филькину грамоту. Они приветствовали, говорили, что поддерживают это. А сейчас говорят, вы только попробуйте вынести такое решение в отношении руководства Израиля, и мы начнем накладывать санкции за это на вас. Ну, я думаю, что это, видимо, последние шаги, принимаемые Международным уголовным судом, потому что очевидно, что есть такая линия, мы можем ее заметить, когда отдельные европейские страны пытаются ввести собственную политику в этом направлении. Вот сейчас уже прозвучало заявление представителей Испании, Ирландии, еще государства о том, что они признают независимость государства, палестинского государства, и решение вступить в силу 28 мая, если не ошибаюсь. И это, в общем-то, достаточно сильно расходится с позицией американской администрации. Это попытка каким-то образом размыть ответственность американцам. То есть тут вопрос не в том, что это бунт против американцев. Это вполне может быть очередная линия в политике американцев, когда они понимают, что напрямую надавить на Израиль они не могут, для этих самых разных причин. А вот попытаться немножко скинуть себя в ответственность за счет того, что включаются в процесс Испания, Ирландия, ряд других государств, для того, чтобы оказать подобное давление на Израиль, чтобы он хоть на какие-то уступки пошел в переговорном процессе, потому что сейчас переговорного процесса нет вообще как такового уже достаточно давно. Но вот здесь вполне может быть похоже на то, потому что нужно понимать, что принятое решение, это же не решение против Израиля, это фактически решение против конкретного политического деятеля, Бенямина Нетаньяху, и таким образом осуществляется давление, возможно, с попыткой вывести на дальнейший торг, потому что у господина Нетаньяху позиция абсолютно бескомпромиссная, он в очень жесткой форме говорит о том, что никто их остановить не в состоянии, и они пойдут до конца. Ну вот сейчас осуществляются такие шаги. Здесь, конечно, очень важно, как реагируют страны-члены. Германия, там ряд других стран заявили, что если они посетят территорию государственной, они будут арестованы. Мне интересно будет посмотреть на арест премьер-министра Израиля на территории Германии. Это, наверное, будет, конечно, последняя страница в истории этого либерального миропорядка, который американцы безуспешно пытались построить за это время. И мы, конечно, впадаем в период абсолютного абсурда и хаоса в мировом пространстве, потому что вполне очевидно, что если после этого решения, допустим, американцы наложат санкции на МУС, МУС отменит свое решение и так далее. Ну, после этого для нас и так было понятно, что как может МУС принимать какие-то решения в отношении России, если Россия вообще не признает юрисдикцией Международного уголовного суда, как это возможно? Ну, в то же самое время, сейчас мы можем стать свидетелем того, когда уже де-факто просто этого суда не будет. Он начнет отказываться от собственных принятых решений и, наверное, этим и должно было закончиться, потому что он в своей работе не руководствуется объективными данными, беспристрастностью, а, в принципе, выполняет политическую роль. Вот если все-таки придерживаться вот этой точки зрения о том, что признание Палестины со стороны Испании, Ирландии, Норвегии, это может быть какой-то, ну, скажем, хитрой игрой Соединенных Штатов, то почему, как вы думаете, были выбраны вот эти страны? Я имею в виду не Германия, не Франция, а вот Норвегия, Испания, Ирландия. Ну, вроде как такие более-менее не то чтобы нейтральные, но не самые значимые государства европейского континента. То есть это еще не бесповоротный такой шаг. Но это я просто свою точку зрения говорю субъективно, потому что, честно говоря, Испания, которая вовсю душит Каталонию и не дает ей никаких возможностей для самоопределения, вдруг стала одним из хедлайнеров мирового процесса по признанию Палестины. Это, конечно, такой интересный момент. Но в целом я думаю, что эти государства, почему? Потому что, ну вот смотри, сейчас Испания, Норвегия, Ирландия. Может быть, ты одумаешься, сядешь уже за столбик, потому что если нет, за ними последуют Франция, Германия. То есть это такая этапность, когда одно за другим осуществляется. То есть мне представить себе, чтобы американская администрация была категорически против этого шага, позвонила бы, допустим, премьер-министру Испании Санчесу и сказала бы, что будут очень жесткие последствия, если вы пойдете на этот шаг, и Санчес проявил бы чудеса героизма. Но это не соответствует реальной конъюнктуре политической современной в мире. Мы видели неоднократно уже шаги, когда европейские страны, не то что, исходя из ценностных каких-то парадиграфов, они шли в ущерб собственным национальным интересам, стреляли себе в ногу, просто потому что это на тот момент времени было выгодно Соединенным Штатам Америки. В данном контексте речь идет о том, что это вообще не национальные интересы этих государств, это просто вот их видение и их попытка проявить собственную позицию. От нее они отказались бы по первому же звонку. Но остается еще пространство для маневра за счет того, что вот эти ряд самых весомых государств Европы, по крайней мере на бумаге, они еще подобных решений не приняли. Может быть, это оставляется на второй этап. Ну да, если говорить вот об этом ордере на арест Нетаньяху, то вы отметили очень странную реакцию, когда лидеры западных государств приветствовали ордер на арест Владимира Путина, но когда такой же ордер выдали на арест Нетаньяху, почему-то им это не понравилось. Но здесь еще какая параллель прослеживается. Вот ситуация в Украине. Тот же Евросоюз, насколько я понимаю, заявил, что он признает Зеленского легитимным президентом, но ни Владимира Путина, ни Александра Лукашенко они легитимными президентами признавать почему-то не хотели. Ну, это все понятно, да. Но если говорить о Зеленском, почему они делают ставку вот именно на него, а не каким-нибудь хитрым образом, раз уж срок его полномочий истек, не поменяют фигуры на этой шахматной доске? Я начну с конца вашего вопроса насчет того, что Европейский Союз сказал, как он признает легитимным лидером Зеленского. Тут вообще очень большой вопрос заключается в легитимности самого Европейского Союза, потому что эта тема раскрыта еще не до конца, и очень много вопросов возникает к тому, как важнейшие решения для развития государств европейского континента принимает наднациональная организация, процедура формирования органов которой настолько непрозрачна, что ни один из европейцев вам не сможет точно ответить на вопрос, каким образом этот человек стал министром того-то, ну, комиссаром, каким образом это появится. Поэтому здесь большой вопрос вообще, иметь ли право об этом говорить европейский Союз. Но даже если исходить из того, что имеет, очень хорошо, они говорят о том, что Владимир Зеленский продолжает оставаться президентом. Необходимо задать им очень простой вопрос. А вы не могли назвать какой-нибудь нормативно-правовой источник, в соответствии с которым он продолжает оставаться президентом? Где та норма права, которая устанавливается, что до сих пор президент Зеленский является президентом? Объясню, почему. То они можно сказать, ну, подождите, там же законодательство, касающееся военного положения, говорит о том, что выборы в этот период не проводятся. Это очень хорошо, но это не значит, что президент продолжает оставаться президентом. Можно запретить проводить выборы, но при этом нет позитивной нормы, которая говорит, а у президента полномочия продлеваются на срок, значит, военного, введенного военного положения, или продлеваются каждые полгода решением Верховной Рады, или там, любым другим, значит, актом. Там речь идет только о том, что нельзя, не проводятся выборы. Но, тем не менее, срок-то истекает в это время, и не было ни одного акта, ни одной нормы, которая объявляла бы о том, что у него... Вы можете сказать, а как же тогда могло быть... Десятки разных вариантов. Это, на самом деле, абсолютный бред и некомпетентность регулятора, который так у них установили, потому что они могли бы установить, что, знаете, раз уже не проводятся выборы президента, то создается военный совет, допустим, или, я не знаю, комитет по обороне, все что угодно. И вот президент автоматически становится главой этого комитета, потом военное положение снимается и проводятся выборы. Могло бы быть установлено, ну, уже на самый крайний вариант, что вот я там говорю, на полгода продлевается решением парламента или еще что-то, но не так, как у них установлено, где нет никакой позитивной нормы. Вот. А что касается того, почему на него именно делается ставка, ну, очень много сил, средств было вложено в то, чтобы из Владимира Александровича Зеленского сделать рок-звезду европейского масштаба. Мне кажется, причина этого вполне очевидна, потому что он в итоге будет главной жертвой этого процесса. То есть, когда на протяжении трех лет практически о нем рассказывают, как о фантастически героическом человеке, который единолично принимает важнейшие решения, и как он будет, как он скажет, так и будет, это ему решать, то когда Запад решит уже Украину передать такое историческое небытие, то они скажут, что мы что? Ну, там же деятель масштаба Владимира Зеленского. Что мы, европейцы, могли сделать? Что мы, американцы, могли сделать? Он решил, подписал или согласился на что-то. Им нужна такая фигура. Другой вопрос, это, конечно, нашему руководству виднее, но с учетом всего того, что мы сейчас говорили про его легитимность, а точнее ее отсутствие, что гипотетически когда-либо можно с ним подписывать, я не знаю. Я хотел спросить у вас об этом, да? Любой такой документ через какое-то время может быть, когда у них до этого дойдут руки, и они будут к этому способны, этот документ может быть признан недействительным, они могут сказать, что подпись его недействительна, потому что какой же он президент, если это все было, ну, Конституционный суд примет какое-нибудь заключение о том, что он в тот момент уже не должен был быть президентом, поэтому все, что он в это время подписывал, это все не имеет законной силы. Поэтому это такой вот достаточно такая серая зона, я думаю, что с украинцами точно ничего, с украинцами я имею в виду украинское руководство, украинский народ, украинский народ, и вот руководство такое, какое есть. С ними ничего подписывать точно не нужно, а если уж проводить с кем-то переговоры и выходить на подписание, то с Соединенными Штатами Америки. Они единственные, кто нас в данном контексте интересует, они единственные, с кем мы можем добиться пакетного решения, и решения, которые охватывают в целом европейскую безопасность, а не только границу между одним и другим селом на Украине, это не тот вопрос, ради которого начинала специальная военная операция. Поэтому и говорить нужно с американцами, а чтобы говорить с ними, нам на земле нужен такой результат, который заставит их сесть за этот стол переговоров. Владимир Путин посетил Беларусь с официальным визитом и провел переговоры с Александром Лукашенко. Что здесь интересно, так это реакция Запада на такой визит. А почему они так напрягаются, когда наши президенты проводят друг с другом переговоры, как вы считаете? Потому что с Беларусью у Российской Федерации в настоящий момент проект самой глубокой интеграции, охватывающей совместную деятельность в ОДКБ и в Евразийском Союзе и, естественно, союзное государство. Плюс к этому ни одно государство не оказало России такой поддержки и помощи, как Беларусь. Многие страны нам, в общем-то, подсаяли братское плечо и оказывают самую различную поддержку. Но Беларусь, когда мы говорим, знаете, часто бывает в кулуарах, когда мы там во время передач аналитических каких-то или научных мероприятий, когда мы говорим, ну мы там фактически одни, допустим, решаем какую-то задачу. Кто-то говорит, ну почему они там, Беларусь. И сразу же реакция, что мы Беларусь считаем собой, что мы и Беларусь это одно и то же. Поэтому такой глубокой интеграции, причем даже слово интеграция это слишком формально для этого. Просто вот братского единства такого нет ни с одним другим государством Российской Федерации. На Западе это прекрасно понимают. И поэтому такая острая реакция на деятельность руководства наших стран. Я думаю. Спасибо вам большое, Генри Тигранович, за то, что уделили нам время и за ваши ответы на вопросы. Вам спасибо. До свидания. До свидания.